Квартира Галины Иднякиной находится как раз под трубой ливневой канализации 9-ти этажки по адресу Заводское шоссе 71А. Ей достается больше всего. Даже выйти в общий коридор дождливый день – проблема. По зонтикам. Последнюю неделю прямо не могла выйти. У меня там собрание проходит, я вот в белом выхожу и вот так вот, потому что здесь просто все лило. У меня с зимы вот эта вот стена промерзшая, мокрая, грибком зарастает. А тут после обильных дождей, вот это все, здесь просто все текло. Все тазы, все простыни, все махровые полотенца оказались на полу, потому что просто спасали уже нижние этажи. Финальным аккордом рекордно дождливый июнь пролил к зданию вниз до пятого этажа. Ольга Александровна до выхода на пенсию трудилась бухгалтером на закрытом предприятии, но не может посчитать сумму ущерба, нанесенного потопом. И на полу мокрая, ховер, конечно, отодвинула. Батюшка, думаю, на подоконе мокрая, цветок набук, думаю, от цветка, что ли. А батюшки там течет и началось. А потом туда прошла на полу тут уже. А там наскорь уже протекло, видать, и по полу пошло. Оно не только по полу, по стенке вдоль, лапы может отойдут, вот так все. Из-за протечек коридор бывшего общежития завода имени Фрудзе в ужасном состоянии. Ремонтом в квартирах заниматься бросили. Пока крыша в дождь, выглядит как озеро, он бесполезен. Жильцы дома рассказывают, что не раз обращались с проблемой ливневки в управляющую компанию. Им даже обещали ремонт во втором квартале. Но не случилось, и теперь пришлось вызывать аварийную бригаду. ПЖРП-11, который обслуживает дом, сообщили, что по итогам вызова оформлены дефектные ведомости. Сейчас составляются сметы, и рабочие выйдут на кровлю до конца июля. В то же время проблема носит системный характер. Руководитель регионального центра ЖКХ «Контроль» Виктор Часовских, как выяснилось, тоже пострадал во время дождей. Из-за забитой ливневой канализации вода по электрощиткам его девятиэтажки спустилась до второго этажа. Дом был обесточен. Когда прошел пролив, допустим, с крыши или затопили соседи, не дай бог, конечно, да, в любом случае первое, что нужно сделать, это составить акт о том, что произошел залив квартиры. И по чьей причине, по какой причине, по чьей вине, чтобы в последующем можно было спросить с этой организацией. И весь ущерб, который они нанесли своими действиями или бездействиями, потом выставить через суд. Получить компенсацию можно и в досудебном порядке, отправив претензию в управляющую компанию, которая может выполнить ремонт за свой счет. Но гораздо дешевле регулярно проверять на кровле состояние ливневой канализации, что коммунальщики, несмотря на обязанность, делают крайне нерегулярно. Тем временем в Самаре сегодня снова прошел дождь.